Приветствую вас, и мне бы хотелось начать свой ответ вот с какого аргумента, вот с какой мысли. Значит, предположим, что вы вернете страсть у своей девушки, предположим, что вы вновь как-то ее к себе расположите, да, предположим, что в этом плане у вас все будет хорошо, а потом она опять уедет, и опять произойдет такая ситуация, что она вроде бы как вам охладеет, и получается, что ваше отношение, сила ваших отношений зависит от того, как складываются ваши жизненные условия. Жизненные условия складываются хорошо, девушка с вами. Жизненные условия складываются плохо, девушка, ну как плохо, с точки зрения отношений, плохо. Девушка без вас. И понятно, что у нее к вам есть привязанность. Это чувствуется, это видно, что она к вам пишет, она сама бы хотела как бы с вами продолжать те отношения, которые есть, которые были, но не может. И правда в том, что она с вами честна, по крайней мере. Она честна с вами в том, когда говорит, что давай расстанемся, меня больше к тебе не тянут. Другая девушка на ее месте могла бы продолжать вас эксплуатировать, продолжала бы вас мучить. Она с вами честна, это, мне кажется, достойно уважения. Почему после того, как она уехала, пропали у нее к вам чувства, пропала страсть? А потому что страсть имеет такое свойство уходить. И если бы вы были с ней вместе, то, возможно, страсть бы у вас была и была еще какое-то время. Но вы расстались, и страсть прошла. Это влюбленность, не любовь, не какое-то более сильное чувство, не уважение, не взаимопонимание. Хотя уважение все-таки есть, но, видимо, не на достаточном уровне для того, чтобы строить отношения дальше. И естественный ход развития отношений в том, чтобы после того, как страсть пройдет, чтобы что-то осталось, чтобы на месте страсти появилось нечто другое. Но у вас этого я не заметил. И вы спрашиваете, как вернуть страсть у девушки. Понимаете, если вы хотите именно того, что было тогда, вот когда вы начали встречаться, то здесь я должен вас расстроить. Такого, скорее всего, у вас больше не будет. По крайней мере, в каком же, знаете, в такой же форме, в такой же временной рамке, не будет. Либо вы строите с девушкой отношения уже на других каких-то основах. В основе взаимопонимания, там, заботы, ласки. Будете ее добиваться все равно, потому что другого парня ведь у нее нет. Будете стараться ее завоевывать. И это уже поведение взрослое, серьезное, осознанно. Страсть, как у вас была, как и любое такое вот сильное взрывное чувство, не может быть долгим. Оно проходит. И после него, как я уже говорил, может что-то остаться. Так-то люди продолжают отношения. Если ничего не остается, то тогда люди расстаются. К сожалению, к сожалению, когда протекает пара страсти, когда человек ее переживает, его сознание расширяется. Как вы, вот как вы парили, да, растворялись в своей девушке в ее страсти, в ее внимании, в ее ласке и так далее. Ваше сознание расширилось. Потому что, ну, что настолько классно, да, такой ураган вы пишете. А потом это, это немножечко спало. И сознание нужно сузиться. А это болезнь. И отсюда ваше стремление вновь его расширит. очень важно, чтобы вы к своей девушке относились не как к объекту страсти, который доставляет вам вот это самое ощущение, а чтобы девочку вы воспринимали как самая цель. Чтобы именно она, любая, не важно как к вам относится, вас привлекала. Чтобы она любая была вам симпатична. Чтобы вы принимали ее любой, в том числе и такой. Сказала она вам, что не хочет быть с вами, зашила расстаться. Отреагируйте спокойно, если она вам дорога. Скажите ей, хорошо, не хочет встречаться, ладно. но общаться нам с тобой можно, она скажет да, можно. И вы с ней общаетесь. Продолжайте общаться, потому что вполне может быть, что девушка, находясь без вас, испугалась своих чувств к вам. и испугавшись чувств, решила проверить ваши чувства, решила проверить, а нужна ли она вам для чего-то, кроме как для вот такого веселого времяпровождения, веселого и приятного. И если вы хотите показать себя с лучшей стороны, то как раз таки вам и нужно проявить здесь спокойствие, выдержку, целеустремленность, надежность, стабильность, понимание чувством девушки. А то, когда вы отвечаете односложно, да, я вас понимаю. Я понимаю, почему вы так отвечаете. Что вам неприятно, что вы думаете, что она вас разлюбила и прочее. Это может быть. Но это нужно проверить. И проверить это можно только через такое вот поведение. То есть поведение заботливое, позитивное, положительное, но при этом при этом вы не позволяете девушке с собой пользоваться и вы не позволяете делать есть ей и себе ничего во вред вам. То есть девушка видит, что вы настроены к ней положительно, настроены к ней позитивно, спокойно, но при этом раз она сказала, что вы остаетесь, значит вы остаетесь. и вам действительно нужно немножечко держать дистанцию. То есть если дальше вы могли поцеловать, обнять что-то еще, то теперь этого вы делать не будете. А если и захотите поцеловать, то только в щеку например, или как еще по-друсски, или может по-ключу поклопать при встрече. То есть вам нужно дать понять, что вы уважаете ее мнение, уважаете ее выбор. Но при этом в корне своего отношения к ней не менять. Потому что тогда она подумает, что она вам только нужна для определенного времяпровождения и все. И если это так, то при прошествии времени она убедится, что вы принимаете ее любовь и страсть вернется. Но уже в другой форме. Если же она действительно вас разлюбила, такое тоже может быть, просто поняла, что вы не ее человек, то страсть вы никак не вернете, потому что вы тот же, кем вы и были. И вы ведете себя так же, как вы себя вели. И если вы начнете сейчас под нее подстраиваться, то хорошего из этого ничего не получится. Потому что она увидит, что вы готовы на все лишь бы ее вернуть. Это неправильно. Если она вас разлюбила, то со временем вы увидите, что несмотря на такое ваше поведение, она общается с другими мужчинами, она проводит с ними время, каждый год она начнет с кем-то сближаться, и вы поймете, что все, с этой девочкой у вас все закончено. По крайней мере, как с девочкой. Как с человека, может быть, и нет, но как с девочкой, да. И тогда вам сохраняя вот это позитивное к ней отношение и отсутствие чего-либо осуществления чего-либо себе во вред, вы просто-напросто также от нее отстраняете и строите свою жизнь. У вас нет по сути другого выбора. У вас нет по сути другого варианта как себя вести. Страсть можно вернуть только в том случае, если есть для нее припосылки. И если убрать препятствия, которые мечтают ее выгодить. Препятствия возможные я назвал. По крайней мере, из вашего текста вытекает именно это. Возможно и другие варианты. Например, что вы на курорте и она встретила другого мужчину. И он как бы показал ей, что вы не единственный среди другие. Но в этом случае, опять-таки, вам нужно вести себя позитивно, корректно и обходительно. Чтобы девушка видела, что вы не смотрели на что, мужчина, который ее уважает. И если какие-то предпосылки к страсти к вам у вас есть, у нее, то она эту страсть проявит. Ну, а если нет, то нельзя заставить человека вновь испытать такой ураган. На будущее хочется вам сказать, чтобы вы не рассчитывали на то, что подобно будет длиться большое количество времени. Все-таки это очень бурные чувства и они как любые бурные проявления быстро иссякают. На это приходит что-то спокойное. И если вы не готовы к этому спокойному, то значит вы не готовы к долгосрочным отношениям, потому это долгосрочные отношения, это все-таки работа, это уступки, это понимание друг друга, это уважение, это забота, но это как таковая уже более-меншая страсть, именно страсть, это то, о чем вы говорите. И если вы хотите повторение урагана, то боюсь, что именно с этой девочкой у вас это уже не получится никак. Потому что что может быть это другие более спокойные чувства. Да. То что-то же вам надо решать. готовы ли вы принимать от девушки то, что она может вам дать. Вот она может вам сейчас дать дружбу? Привите ее с благодарностью. Может она вам дать любовь, например, или долгосрочные отношения. Привите их тоже с благодарностью. но не навязывайте девушке свои желания. Это неправильно. Это эгоистично. И вы рискуете потерять может быть хорошего для вас человека. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете и улучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.